Доброе утро! Не буду ходить вокруг да около. В преддверии великого праздника Дня Победы я расскажу вам про танк, который незаслуженно забывает. КВ-2. Клим Ворошилов. Первые машины появились еще до войны в 40-м году. Они создавались для уничтожения финских долговременных укреплений на линии Маннергейма. Но в бой вступить не успели, так как война с Финляндией закончилась. Но недолго простояли 52-тонные великаны без дела. В 1941 году они вступили в бой. Экипаж танка состоит из шести человек. Командир танка, командир орудия, помощник, наводчик, механик-водитель и радист. Кстати, высота танка 3 метра 30 сантиметров. Такая высота была необходима. В огромной башне установлена супермощная пушка. 152-мм гаубица. И немцы ее боялись. В 1941 году КВ-2 мог уничтожить любой танк вермахта. Вы только представьте, снаряд массой 52 килограмма летит на полтора километра и пробивает броню 72 миллиметра. Страшно тяжелая сила. Конечно, КВ был всего лишь вспомогательным средством. Его главная задача — усиливать в бою огневую мощь танков основного типа. Но два пулемета спереди и один сзади делали его фактически неприступным. Да и 75-мм броня этому способствовала. Правда, как всегда, под броней мне места оказалось слишком мало. Но, как говорится, лучше не было сидеть. Ну что же, полный вперед! Передвижную крепость толкает 12-цилиндровый V-образный дизель мощностью 600 лошадиных сил. С управлением просто. Если видеть, куда едешь, а куда едешь, в принципе, не видно. Смотровая щель и все. Узкая полоска трясущейся реальности. Броня крепка и танки наши быстры. Это не про КВ-2. Быстрее 20 километров в час он не передвигается. На самом деле, судьба семейства КВ трагична. Махина была не приспособлена для оборонительной войны. Много дефектов в конструкции приводили к частым поломкам. И уже к концу 41-го года их сняли с производства. Всего было выпущено 334 танка. Наш КВ уникален. Он один из последних и базируется на кинобазе киноконцерна Мосфильм. И еще, несмотря на то, что КВ-2 был выпущен очень небольшой серией, он сослужил хорошую боевую службу и был надежным боевым товарищем до танкистов. А также подтолкнул конструкторскую мысль на создание самых мощных и эффективных тяжелых артиллерийских самоходов Великой Отечественной войны. Наверное, таким же был май 45-го. Не знаю, но мне кажется, именно таким солнечным и тихим был День Победы. С наступающим праздником, дорогие ветераны! Субтитры создавал DimaTorzok